По Старому Свету расползается джихад. После череды терактов в Европе ЕС содрогается, но в странах Евросоюза безопаснее не становится. На этот раз Испания, и сразу два теракта за сутки, и снова фургон. В Барселоне на нем въехали в толпу на пешеходной улице. Погибли 15 человек, еще свыше 100 пострадали. Это граждане более 30 государств. Затем подобный инцидент произошел в каталонском Камбрильсе. 7 человек получили ранения. Четырех террористов удалось ликвидировать. Белорусские дипломаты с момента трагедии постоянно отслеживают информацию о возможно пострадавших белорусах и следят за ситуацией. Барселона, город, где всегда царила непринужденная курортная атмосфера, скорбит пожертвам атак. На улице Рамбла и в других пешеходных зонах устанавливают бетонное заграждение, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. В Испании регулярно проводят операции по задержанию экстремистов. За последние два года были арестованы примерно 230 человек, которых подозревают в связях с террористами. До терактов 11 сентября никто не мог предположить, что джихад достигнет таких масштабов, каких он достиг сейчас. Неудача арабской весны, война в Сирии и борьба за региональную гегемонию привели к распространению идей джихада и притоку под его знамена новых бойцов. Экстремистам даже не нужно оружие. Автомобиль, нож простой и вместе с тем ужасающий способ вызвать человеческие жертвы. Было ясно, что исламское государство возьмет на себя ответственность за бойню в Барселоне, хотя это и не означает, что ИГИЛ участвовала в разработке и материальном обеспечении теракта. Боевикам удалось разработать подражательный терроризм, добиться того, что любая акция, посылающая сигнал войны Западу, считается акцией ИГИЛ. Как признают в местной прессе испанские обозреватели, большая ошибка думать, что у каждого своя война. Отсутствие общей политики у Евросоюза уже не в первый раз оборачивается трагедией. Царит ли сегодня в Барселоне, там, где несколько дней назад произошла кровавая атака, смертельная тишина, или на улице Рамбла все так же шумно, весело и непринужденно, как это было до трагедии? Узнаем у нашего корреспондента Надежды Сербиненко, которая в эти дни находится в Испании. Солнечная, яркая Барселона резко сменила свое настроение. Сегодня здесь чувствуется скорбь и страх. Страх того, что трагические события могут повториться. Здесь очень много людей, и местные жители, и туристы, и все они боятся. Боятся выходить на улицу, боятся большого скопления людей. И эта трагедия не просто национального масштаба, ведь Барселона – это очень большой туристический центр. И в тот вечер четверга здесь, на главной пешеходной улице города, Лас Рамблас, были тысячи туристов со всех уголков мира. Вот как тот вечер запомнился самим барселонцам. Нам удалось с ними пообщаться. Давайте послушаем, что они нам рассказали. Я работаю в здании, которое находится неподалеку от места инцидента. Когда люди узнали, что был совершен наезд на толпу, то они не на шутку разнервничались, обрывали телефоны. Руководство попросило всех оставаться в здании. Только так мы могли быть в безопасности. Мы пытались связаться с родными и друзьями. Узнать, не пострадал ли кто-нибудь. Это ужасно. Мы были невероятно напуганы. Мы не понимали, что происходит. Мы пытались расспросить окружающих о том, что случилось, но никто не дал ответа. Подоспела полиция, которая пыталась всех успокоить. Всех просили вернуться по домам. Это был очень трудный, тяжелый день для каждого. Это большое горе. Невыносимо такое переживать, вспоминать. Это несправедливо. Невозможно подобрать слова. Мы часто бываем в Барселоне. И даже сегодня, живя в 20 километрах от города, мы приехали сюда, чтобы поддержать тех, кого напрямую затронула эта трагедия. А сейчас мы немного сменили локацию для съемок. Это и есть улица Рамбла, где произошел теракт. Сейчас я иду по тротуарной плитке. Естественно, она пешеходная. Но именно это место террористы выбрали в качестве места преступления. Здесь, на этих полукилометрах бульвара, несся микроавтобус со скоростью 80 километров в час. И не просто ехал, а в буквальном смысле подминал под себя людей, делая их живыми мишенями. Все это продолжалось до тех пор, пока микроавтобус не врезался в один из вот таких киосков. Такой же сценарий уже происходил в Ницце, в Берлине, в Лондоне. Почти сразу после трагедии здесь, на Рамбле, туристы и барселонцы сделали вот такой стихийный мемориал. И сейчас, спустя три дня, люди сюда приносят игрушки, цветы, свечи, чтобы поддержать семьи погибших и раненых людей. Трагедия объединила такую многонациональную и разношерстную Барселону. Люди здесь скандируют на английском, на испанском, на всех языках мира фразу «Мы не боимся». В популярных туристических местах Барселоны приняты дополнительные меры безопасности. Но, тем не менее, многие магазины до сих пор закрыты, а на улицах заметно меньше людей. Но, пообщавшись с местными жителями, становится понятно, в будущее они смотрят оптимистично, а свою Барселону, такую же солнечную, такую же гостеприимную, они стали любить и ценить еще больше. Спасибо за подробности. И специально для главного эфира из Испании наш корреспондент Надежда Сербиненко.